Меня зовут Махмуд Саад, я приехал из Королевства Иордании. Я учусь в медицинском институте на четвертом курсе. Я занимаюсь битбоксом на флете и веду свой блог. Друг моего отца долго жил и учился в России. По его совету я и приехал сюда. Я считаю, что врач это не профессия, а призвание. Сейчас в некоторых странах нестабильные положения и идут войны. Я сочувствую этим детям и людям, которые страдают там. Моей большой целью является стать врачом, чтобы в таких ситуациях добровольно помогать всем людям, которым нужна помощь. У меня довольно поверхностные представления о русской культуре, но с уверенностью могу сказать, что ей есть чем очаровывать. Все, что касается стереотипов о русских, что мне рассказывали, что я знал, оказался неправдой. Я ожидал встретить людей холодных и молчаливых. Но россияне, которые встречались с меня, они все дружелюбные и гостеприимные. Я столкнулся с умными и щедрыми людьми. Мой блог больше как хобби. Я записываю, что меня интересует, а не про конкретных вещах. Монтаж очень увлекательный процесс. Я давно этим занимаюсь и мне это принесет удовольствие. Я считаю, что должен рассказать людям о том, что я знаю. Мой инстаграм, у меня там русский одни. А я пытаюсь аудиторию делать у себя. То есть я только на арабском говорю. То есть там у меня 15 тысяч, а там только 2 тысячи в YouTube. Есть видео, как учить русский язык, что не стоит делать в России. Есть видео, когда я путешествовал в разные города и так далее. В каждом городе есть своя красота. Допустим, в Москве шумный город, красивый. В Сочи не такой, конечно, шумный город, как Москва. Но зато там горе есть, море. Мне больше всего понравился Тамбок, потому что маленький город, спокойный. Одно из основных хобби – это музыка. Я играю на флейте и совмещаюсь с битбоксом. Было сначала очень плохо и не настолько прям красиво. А потом сам подбирал там ноты, начал изучать. Кому-то нравилось, кому-то нет. А вот я просто окружал себя, вот таких людей, которые им нравились. Всегда им играл. Но если нет практики, то есть я не дошел бы до такой степени, что... Ну, как говорят, что хорошо играю. Что я могу? Я приехал сначала на кастинг и им играл на флейте обычный, с битбоксом. Они говорили, ладно, это круто, что ты играешь на флейте с битбоксом, но что еще можешь делать? Ну, я могу делать флейту из коктейля-трокса. Я на кастинге им сделал такую и играл. Они хлопали и начали. Да, вот это нам надо. Я понимаю, что это может смешно кому-то, но просто для меня это очень важная тема. Как я это сделал, тоже я сам не знаю. То есть как ноты попали, это просто случайно. Когда у тебя есть мечта, ты должен ее добиваться. Если другие люди с чем-то не справляются, они и тебе будут доказывать, что ты не сможешь. Но когда ты хочешь чего-то очень сильно, иди и борись. Меня зовут Анастасия Самойлова. Я учусь на журналистике, и я являюсь главным редактором студенческого медиа-центра «Держи Вишни». Я не решала, что я буду журналистом. Я вообще 6 лет училась в физмат-классе и все время увлекалась математикой с самого детства. Увлекалась уже журналистикой в союзе детских организаций. И я решила, что надо попробовать, наверное, журналистику. Я думала, что я буду писать про моду. Сейчас мы пишем про студенчество. Вселенная мне дала шанс. И мне предложили работать в управлении медиа-коммуникацией. Наш коллектив занимается тем, что мы ведем официальную группу университета ВКонтакте, официальный сайт, аккаунт университета в Инстаграме. Мы стараемся рассказать о жизни в университете, о том, что вообще сейчас происходит, чем занимаются студенты, администрация, куда движется вуз. Сейчас я могу сказать, что я полностью влюблена в университет. Я искренне злюсь, когда кто-то, не разобравшись, говорит, что у нас нет образования, нет каких-то кружков, направлений, у нас мало бюджетных мест или у нас мало информации. То, что студенты могут работать, создавать какой-то продукт самостоятельно, меня это заставило задуматься. Есть ребята, которые тоже рассказывали о себе и говорили, что им интересны медиа. Давайте, делайте. Это коллектив людей, которые будут сам себя мотивировать, сам себе определять объем работы, сам вкладываться, которого не надо подгонять. И сейчас у нас это почти получается. И мы хотим сделать так, чтобы было возможно в нашем университете говорить правду от лица студента для таких же студентов без ущерба и без страха. До недавнего времени мне было очень сложно общаться с людьми. Один раз был случай, надо было задать несколько вопросов для комментария профессору. Я понимала, что звонить я не смогу. Я написала профессору СМС. Я рассказала это начальнице, она посмеялась, сказала, ты не очень умно поступила, звони. Я говорю, я не буду звонить. Нет, звони. Меня сажают на кресло, набирают номер, дают в руки трубку. Я слышу голос, что-то дрожащим своим произношу, спрашиваю. Там сошлись на том, что нужно будет отправить вопрос, и все. Я положила трубку, у меня все еще трясутся руки, и я понимаю, что у меня слезы. Это внутренний какой-то блок на общение с людьми. Ребята, которые учатся в школе модераторов ТГУ, ездили на практику на территорию смыслов. Я отработала шесть смен. Это постоянная работа с людьми. В один момент я поняла, что мне теперь в миллион раз проще общаться с людьми, потому что меня пропустили, наверное, через мясорубку и слепили заново. Очень желаю всем людям быть честными. С собой в том числе. Даже в первую очередь с собой. Потому что когда ты отдаешь отчет себе в том, что ты хочешь, и как ты хочешь достичь чего-то, это меняет твое отношение к людям. Продолжение следует... Продолжение следует...